Я сейчас тоже буду волноваться, вы сейчас меня заволнуете. Я благодарю Вам за Вашу работу, за Вашу помощь людям, потому что это действительно, я чувствую свою помощь, благодаря Ваме, для Вас, для Вас, для себя и Бога, и я хочу попросить Ваше разрешение, посещать Ваше светосворение, потому что оно про Родину. Там про меня есть? Нет. Хорошо, тогда можно. Она про Родину. Хорошо, супер. Давайте про Родину. А, коротенько? Давайте, да. Вера в пол, вера в счастье, на немногие с их не страй. Вера в чудо, чудо и много, против страданий, антипорох. По мне и для прочь, и нечистости. Для веры в волшеб, для веры. Аминь. Я писала Ваше светосворение, это было 19 лет. Я писала, что он не знал, что это было в Казани, но вот это время оно было в Горольске. И мне захотелось, чтобы меня в 20 лет для Бога участвовать. Спасибо. Спасибо вам. Если можно, я поддал вам вопрос. Ну давайте, я для вопроса вас поддал вам больше. Спасибо. Я хотела спросить, творчество для человека, оно может быть часть духового врача? Обязательно женщина должна иметь творчество. Обязательно. Смотрите, очень важно понять, как работает психика. Женщина не может жить без любви. Допустим, вот как ей делать зарядку. Обязательно под музыку. Обязательно радостно. Обязательно красиво. Тогда она будет каждый день делать эту зарядку. Она не может вдруг, как мужик. Ничем же она хотела тогда рождаться. Понимаете, женщина должна делать все с любовью. Творчество – это женская энергия. Энергия творчества – это женская энергия. Она должна обязательно жить в жизни женщины. Женщина должна петь, обязательно учиться. Как может. Она должна танцевать, учиться. Должна двигаться. Вот по-женски. Не беды-то выводы, а по-женски. Вот, понимаете. То есть, женщина должна быть женственной, означает творчество. Рисовать, петь. И это и есть жизнь. Если женщина этого не делает, тогда кто это будет делать? Женщина наполняет от мира любовью. И когда она это делает, она становится живой, активной, радостной. Женщина не должна жить, как мужчина. Мужская жизнь предназначена для победы над собой. Женская – для счастья предназначена жизнь. Для счастья. Когда женщина счастлива, она всех наполняет счастьем вокруг. Не только она, все счастливы вокруг. Выйду на улицу, гляну на село. Детки гуляют и мне весело. Понимаете, вот такая система должна быть. Сейчас на улицу выйдешь, детки не гуляют, не весело. Машины ездят. Надо, чтобы люди каждое свое дело делали в этом обществе. Женщины должны быть творческими, счастливыми. Любить всех. Общаться должны друг с другом, учиться радостно. И тогда все наполняется любовью весь этот мир. Ну, это крайности, то есть уйти с работы, а жить на что будет. Вы скажите, жить на что будет. Короче, если жить есть на что, тогда не парьтесь. Пока? Так нельзя мыслить. Оставьте это пока на завтра. Мы не знаем, что завтра будет. Найдите себе попроще работу, чтоб не сильно тяжело. И работайте там понемножку. Пускай недолго, но работать надо обязательно. Если ни на что, ну как бы нет защиты. Если муж работает, тогда вообще проблем нет. Муж говорит, ну если хочешь, можешь не работать. Запомни эти слова. Гордыня может быть, да. Если у вас нет, ну как бы, возможности без работы существовать, то это гордыня. И лень. Часто люди ради духовной практики хотят все бросить. Они думают, что духовная практика – это когда ничего не делаешь и в облаках. В духовных облаках. Работать не надо, семья не нужна, мужики так думают. Семья – это все ерунда. Это грех. Работа – грех. Надо в облаках жить духовно. Это такие духовные ленивцы. Есть такие духовные ленивцы. Они думают, что это духовная практика – лениться для Бога. Ну и Бог им поджаривает одно место в результате жизни. Помогает им, помогает. Как бы вы понимаете, что это воля Бога, что у меня схватилась такая ситуация, что у меня такая ситуация? Да, это воля Бога, чтобы вы в другое место пришли, где-то в другом месте. Сейчас просто тяжелый период, связанный с работой, идет, и обрывается там у вас возможность обрывать. Ну, замечательно. У женщины всегда, когда она тяжело работает, у нее есть четыре стадии всегда. Первая стадия – мне нравится. Вторая стадия – не садит. Третья стадия – надоело. Четвертая стадия – противно. Ухожу. Да, женщины, узнали четыре стадии? Всегда, когда вы ради денег работаете, а не ради удовольствия на работе, всегда будет четыре стадии запомнить у женщин. И не думать, что это не ваша природа вот этим заниматься. Нет, просто вы, если для денег работаете, четыре стадии. Первая – мне нравится. Вторая – устаю. Третья – надоело. Четвертая – ухожу. Все. Ну, может быть, может быть, но это не значит, что не надо вообще работать. Ну, работайте где-то в другом, по интересам, работайте нормально. Мои хорошие, вы уже по третьему кругу пошли. Я по третьему не пускаю. Первый – прошли, я сказал. Второй – прошли, сказал. Третий – пошли, говорю. Нет, извините, хватит уже. Итак, надо понять, что когда человек начинает заниматься духовной практикой, его сильно расслабляет. Начинает, особенно женщины, у них качели по обратную сторону начинают качаться. Он думает, ой, как без работы хорошо жить, вообще работать не буду. А там будут деньги, не будут? И он, да, не думай об этом, не думай. Надо думать, моя хорошая. Как жить-то будешь? Часто женщины без денег припыкают жить без работы, без денег, и они застывают, замерзают, такие женщины. У них нет общения, нет семьи, нет работы, нет денег. И они где-то перебиваются как-то и застывают, замерзают, понимаете, но живут как растения, то есть ничего не делают, ни для кого, просто дома вот так сидят в остывшем состоянии. Это не духовная жизнь. Если у вас нет семьи, значит работайте хотя бы, что-то делайте для общества. Старайтесь больше думать о том, чтобы делать для людей больше. Когда женщина способна зарабатывать тем, что она для людей трудится, тогда она счастлива. Женская деятельность – это социальная сфера, в которой женщина заботится непосредственно о людях. Вот тогда ее энергию любви будет востребована в 200%. Ну давайте, девушка, вы, хорошо, беленькая. Да, сдала, сдала, когда же меня спросят? Микрофончик, давай. Нам же устало ждать. И парень рядом тоже устал ждать, когда спросят. Я вот сейчас находюсь в детстве, и на работе с вами на работе три года, я почувствовала огромную разницу между жизнью на работе, для рабочей, вешенной жизнью и жизнью в детстве. А нравится? Мне нравится, что я чувствовала буквально недавно, наверное, учиться его, действительно, действием, не требовала в состоянии вот такой. Ну, это какая. Ага. Стараюсь и сказать, ну, и вопрос такой, но вопрос на предназначение. Убращаем на работа, а сколько ты в этом? Вот смотрите, предназначение человека, давайте разберем. Предназначение мужчины. Первое, самое главное предназначение мужчины – найти Бога в жизни. Второе предназначение – найти себя в работе, в деятельности, стать полезным обществу, в сильном деятельности. Третье предназначение – семья. У мужчины тоже есть такое предназначение – семья. Теперь у женщины первое предназначение – найти Бога. Второе предназначение – семья. У женщины второе. А третье предназначение – найти себе любимое дело. Вот если у женщины нет семьи, или она не направляет себя в сторону отношений, то она высыхает. Вот женщина только на работе думает, только о работе. Отношений нет у ней. Она одна. Что дальше будет? Одиночество будет расти, красоты будет меньше, гормональные функции слабеть, месячные плохими станут, все станет больно. Начнутся воспалительные процессы по-женски. Причина – ты убиваешь себе женщину. Если для тебя работа и больше ничего, сначала Бог, если еще куда не шло, тогда от Бога хотя бы силы будешь брать. А если только работа и вообще больше ничего, тогда все, капец. Такая женщина засыхает просто. Вот. И что надо сделать в этом случае? Надо отвлечься от работы и начать, даже если у тебя нет семьи, что-то делать для кого-то. Просто вот с любовью относиться к людям, заботиться обо всех. И тогда тебе станет легче. Когда ты фундамент опоры найдешь в жизни, станешь счастливой, означает влиятельной. Счастливой, такой красивой. Влиятельная. Женщина влияние, женщина через красоту идет на этот мир. Тогда на работе будет легче. Допустим, начальник говорит, останьтесь, пожалуйста, поработайте на сверхурочном. А вы влиятельные, очень красивые. Вы говорите, нет, я домой пошел. И так, ну, пошло. Что он сделает? Выгонять вас не будет, вы же хорошенькие. Хорошеньких не выгоняют. Выгоняют замученных. Поэтому просто будьте влиятельны, будьте женщиной. Будьте сильны. Никто вас в обиду не даст, не будет мучить. На первом месте отношения у женщины должны быть, на втором – работа. Продолжайте. Стремиться или нет, если нравится в социальной сфере какая-то деятельность, забота о других. Работа для женщины – это отдых от дома. Устала дома, замучилась, пошла. Или кружок какой-то. Или работа. Ну, все зависит от того, где вы отдыхаете. Нет, женщины, они отдыхают, приходят там в кружок какой-нибудь и поют. Там что-то поют, отдыхают. Пришла домой, уже отдохнула. Можно заботиться о себе. Она в это время наполняется энергией людей. Она такая радостная, счастливая. Или там сует счастливая. Ну, то есть, что-то надо делать для отдыха женского. Или она радуется на работе. Нравится там на телефонах. Там она, да, слушаю. Вот. Ну, то есть, она наслаждается, счастливая. Там обмен энергией со всеми. Потом домой спокойно приходит ей лечь. Как вам больше нравится отдыхать? Где? Где, как я сказал? Я разные варианты сказал. Везде нравится отдыхать, да? Ну, вы выберите для себя. Вот, на работе вы будете отдыхать. Или где-то еще. Вот, выберите. И там отдыхаете. Без отдыха невозможно. Когда женщина только в аскезе живет. А дом для нее это аскеза. Вот дома женщина отдыхать не может. Она домой приходит, она не может там отдыхать. Пока в доме кто-то есть из близких. Она будет им всем служить. Вот этот вариант, чтобы сделать так, чтобы дома никого не было, выгнать всех, чтобы я одна осталась, это не вариант. Что этот вариант означает, что вообще никого не останется. Женщине тоже нравится. Одна осталась, все, можно отдохнуть. Тоже вариант хороший. Но если кто-то есть рядом, даже кошечка, придется что-то делать, бегать за ней и заботиться. Кошечка может устать, если она одна от вашей заботы. Будет бегать от вас. Думаю, надо, чтобы кто-то был. Тогда женщина удовлетворена и надо заботиться постоянно о ком-то. Конечно, конечно, да. Мужчина, да, вы, ваш вопрос, да. Спасибо. Значит, как-то было вот, основная причина стресса, это неправильно поставленные цели жизни. То есть, когда человек в качестве высшей цели жизни, ставит что-то, помимо духовного развития. Все правильно, только одна ошибка, он не ставит. Они сами ставятся. Рожается ребенок и все, высшая цель определенная. Женщина не может от нее отвлечься. Девушку встретил красивую, все, забыл про все. Увидел дом красивый, забыл про все. То есть, понимаете, когда человек хоть какое-то счастье в жизни видит, более-менее нормальное, а без высшей цели нельзя жить, невозможно, человек сразу считает, вот это и есть моя высшая цель жизни. Да, не ставится ему по судьбе, а из-за отсутствия знаний он их принимает. Что это и есть, то это и человеку в жизни. Да, все правильно. Ну вот, наверное, бывают такие ситуации, и вот, как бы, я знаю такую ситуацию, когда человек просто поставил высшую цель жизни, допустим, давать людям духовное знание, вот, читать лекции, проповедовать и так далее, и так далее. Но вот начал делать это, может быть, совсем правильно, в результате это как-то получилось фанатично. Супер, супер. И, по сути, он опять ввел себя в стрессовое состояние, или в стресс, может быть, даже, и истощился очень сильно. Фанатически испортил отношения с друзьями. Вот, когда человек проповедует духовное знание, это же должно быть очень четко, и с пробой целью, может быть, целью стремленной и так далее. Он переиграет между фанатичностью, и вот этой геройкостью внутренней, преодолевание проблем, когда вот все идет против него, он может устоять, как бы, вот. Получается, как бы, вот... Проповедь духовного знания не является признаком веры. Проповедь не означает вера. Это благочестивая деятельность, направленная на заботу о других, на благо других. Это не отношение с Богом. По умолчанию, что есть взаимоотношение с Богом, а еще как следствие дополнительное будет... Вот если у человека нет взаимоотношения с Богом, и он что-то лепечет из себя, тогда будет неудовлетворенность. Не надо говорить то, чего ты не знаешь. Если ты знаешь, говоришь то, что ты понимаешь, тогда в чем проблема? Отношение с Богом — это внутренняя вещь. Понимаете? Она и в сердце живет. А все внешняя деятельность, любая, это тоже хорошо. Если говорить о высшей цели жизни. Помогать людям, творить добро — это тоже может быть отношение с Богом. Но тогда здесь проблем быть никаких не может. Если у тебя есть какие-то внутренние мотивы для проповеди, тогда это не означает духовная жизнь. Это означает твоя деятельность. Когда человек просто проповедует, потому что он хочет Богу служить, у него нет никаких мотивов, это означает отношение с Богом. Но тут проблем не бывает. Какие там могут быть проблемы? Проблемы означают, что ты чего-то другого от этого хотел, сам не зная. Так вот, знаете, настоящее отношение с Богом, они никогда не связаны с нашими корыстными желаниями. Человек просто молится, думает о Боге, желает всем счастья, заботится обо всех. Тогда это настоящая духовная жизнь. Если же он какие-то интересы преследует, я решил стать настоятелем храма. Почему? Потому что квартиру дают, денежки есть, все тебя любят, жизнь спокойная. Это не означает духовная жизнь. Это означает мотивы. А если ты стал настоятелем храма, допустим, любишь Бога, думаешь о нем, и у тебя появляются возможности жить, квартира там, уважение к тебе. И ты, ну, как бы, есть и есть, хорошо, я не против. Ну, что, хорошая жизнь, она никому не помешает. Но цель у меня другая. Я хочу думать о Боге. Вот тогда это служение Богу. Все зависит от акцента, понимаете? Этот акцент, он очень сильно влияет на все остальное дальше. Слава, 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 да. Представляешь, сидишь вверху, все снизу. Если кто-то, что-то не кто сказал, ша, представляешь, как классно, вообще супер, отлично. Что делать, если человек попал в такую ситуацию и надо как-то вот переработать? Не волнуйтесь. Отшлифуют. Вот если человек дает людям знания, ему волноваться ни о чем не надо. Надо продолжать? Конечно. Вам так помогут все. Не то не скажете, не то, что надо сказать, даже по морде могут дать. Ну, если вам помогут, сто процентов. Не загордитесь. Чуть загордились собой, сразу вам не дадут. Натешут репу. Только так. Не волнуйтесь. У меня был такой случай смешной. Я читаю лекцию в Москве. Сейчас расскажу. Вам не кажется, что мы с вами долго разговариваем о вас? Я вас вообще ни в чем не обвиняю. Просто размышляю вслух. Я прошу прощения перед оскорблением людьми, у кого есть серьезных проблем. Видите, так как лекция моя, а я здесь проповедую, а не вы, поэтому я больше всего о себе буду рассказывать. Ладно, слушайте историю, вспомнил. У меня есть старший, который тоже решил, он как бы в основном, это Олег Сунцов, он в основном только монахом проповедовал, он жил в монастыре и сейчас живет. Он был настоятелем, и сейчас настоятелем монастыря, и он решил также людям делиться с людьми и знанием и решил вот так вот заниматься тем же самым, что и я. Но он у меня был наставником все это. Он меня попросил, говорит, ну, пообучай меня, вот как ты общаешься с людьми, можно я посмотрю, приду на лекцию. Я говорю, приходите, супер, общаюсь, классно все, мне все нравится, отлично. И я ему говорю, ну, там ничего сложного нет, все, общайтесь смело, все, у вас все получится. Ну, очень загордился собой в отношениях с ним, начал там лепетать, вот, и интересная ситуация совершенно. Я такого никогда не был у меня на лекции. Я читаю лекцию, также ответы на вопросы. Женщина напротив меня вот так сидит, сидела, сидела, ничего не спрашивает, чувствуется такая женщина из серьезных кругов, какая-то такая разумная, такая внимательная, слушала, слушала меня и на весь зал такая, вы что нас тут за дураков держите? Я такой, ох, я не знаю, что сказать, ответ. И одновременно, вот представьте себе, одновременно, где-то три или четыре человека в зале начали вставать и оппонировать мне очень строго, серьезно, причем, как бы я в сердце чувствую, что я не могу ничего сказать в ответ. И я просто остолбенел вот так, и сидит на сарме, посмотри на него, он побледнел. Вот таких ситуаций не было. у меня тоже не было. Я думаю, я не знаю, что делать. Я потом сказал, извините меня, пожалуйста, наверное, я загордился собой, не смог это понять. И люди раз, расслабились, сели, начали слушать лекции. Вообще, как ни в чем не бывало. Я потом, когда лекция закончилась, подошел к нему, говорю, как? Он говорит, я, наверное, не буду. что-то я не готов. Я говорю, у меня ни разу в жизни таких ситуаций не было. Он посмотрел на меня, говорит, я понял. Вас Господь воспитывал. У меня такое тоже было. Воспитание, это нормально. Так что, воспитание, это хорошо. Вы боитесь воспитания, или в чем ваш вопрос? Нет, я не боюсь воспитания. Я хочу, чтобы было правильно все делать. Правильно так. Нужно понять, что если вы людям лекции читаете, это для вас большая удача и большое одолжение для вас. И знаете, что когда человек людям лекции читает, он больше всего понимает, чем все остальные. Все поймут чуть-чуть, а ты пока прочитаешь лекцию, поймешь в пять раз больше сам. Поэтому это большая удача. Если вы это поймете, что типа не то, что я залез наверх, а просто вам повезло, что вы можете людям давать знания. Но знайте, что это не является чем-то слишком возвышенным. Единственный правильный путь для человека в духовной жизни, самый правильный, крепкий, это внутреннее отношение с Богом. Если человек лекции только читает, читает, духовной практикой внутри себя не занимается, эти лекции это просто сотрясение воздуха и все. Давайте ваш вопрос последний, сейчас дальше. Спасибо. Хорошо, Леонид Иванович. В нашей семье как раз два дня я нашла, на самом деле, стресс какой-то. В общем, моей маме стало буквально вчера, где ей не было. Ну, у меня нас это шок, и неожиданно случилось, потому что она не болела, друг другу, никакого. Вот смотрите, когда уходит близкий человек, я сейчас научу вас. Есть три ощущения в сердце. Помолитесь, почувствуйте, что в сердце. Первое ощущение – камень в сердце, будто тянет вниз. Камень в сердце тянет вниз. Значит, человек наказан, пошел в чистилище, в низшие миры пошел. И его надо вымаливать оттуда, молиться, молиться, молиться. И он где-то надо 3-4 месяца молиться, чтобы он поднялся наверх. Очень интенсивно. А может быть, ну вот даже такое может быть. Второе ощущение – такое чувство сильной разлуки. Никакой тяжести нет, а просто вот, что как будто человек остался рядом и хочется его увидеть. Такая разлука сильная. Значит, человек останется на средних планетах. Не внизу, а где-то на земле родится опять. В какой-то семье. И третье – чувство такое чистоты. Такое, как будто светлый человек жил. Светлая память такая о нем, что большая удача, что я с этим человеком вместе была вообще в жизни. Или был. Это значит, что человек пошел наверх. Светлое чувство такое, очень глубокое. Большая удача произошла. Ангелом стал человек. Защищать будет потом. Давать свое счастье, свою энергию. Ангелом-хранителем становится такой человек. Очистился, через страдания очистил свою жизнь, пошел наверх. Я не знаю, вы сами оцените свой сердце. Чего же на меня переваливает? Я же вам объясню, как оценивать. Все оцените, подумайте. У меня просто такие смешанные. Почему? У меня было, когда я узнала, ощущение освобождение какое-то. Я не знаю. 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 Да, все нормально. Молиться надо все равно. Хорошо? Ей нужна помощь по-любому. Чувствуется. Да, нужна помощь, но что плохого не произошло. Я согласен с тобой. Я не могу сказать, что она пошла наверх, но вниз тоже не пошла. Надо молиться за нее, очистить ее существование, помочь ей. Хорошо? У меня такое ощущение, что она к нам словно на землю. Вот, вот. То есть, к нам означает на землю. Сейчас люди немножко преувеличивают. Я встретил одного человека. Он показал мне фотографию своей семьи. Говорит, вот с этим мы в прошлой жизни как бы были вместе тоже. С этим тоже все вокруг из прошлой жизни из моей. Даже собачка это мой родственник. Это преувеличение, понимаете? Он немножко генерализует. Очень систематизирующее мышление у него развито, понимаете? Он все как бы все родственники вокруг. Вот. Это немножко не так. Я объясню. То есть, когда люди очень сильно мучили друг друга вместе, Бог их оставляет вместе в следующей жизни. И они когда видят друг друга, влюбляются, чувствуют, что не надо с этим человеком, а тянет. И начинают общаться, уже ругаются, еще не поженившись. И все равно не могут отлипнуть друг от друга. И всю жизнь потом мучают друг друга. Вот. Это с прошлой жизни означает. Так же бывает с прошлой жизни, когда люди встречаются друг с другом, и видят, что все хорошо в отношении. как будто мы вечно знакомы, и они как бы чувствуют счастье с самого начала до самого конца, уже все знают друг про друга, чувствуют, это тоже с прошлой жизни. Люди просто влюбляются, встречаются, это значит не с прошлой жизни. Обычно это бывает очень редко, очень редко. Поэтому не надо думать, что она именно у вас где-то появится, так не надо, это вы уже слишком преувеличиваете, но на земле появится обязательно. Все, мои хорошие, давайте дальше двигаться, у нас вопросы закончились, я хочу сегодня побольше поговорить про победу над судьбой. Сегодня мы сейчас пообщаемся на эту тему. Кто из вас имеет какой-то опыт молитвы вместе с кем-то, то есть он слушает голос, повторяет молитву и прослеживает вот эти стадии побед над судьбой. То есть мы говорили вчера, первая стадия спокойно в сердце становится, вторая стадия, я начинаю чувствовать, что я могу влиять на ситуацию извне. И третья стадия, чудо происходит, там меняется все так, что у меня как бы должны были быть трудности, а их не стало. Мы с вами уже поговорили, давайте вот мужчина вот сзади, вы, вы, да, вы, да, вы, да, именно про молитву, то есть вот об этом сейчас будем рассуждать. И на основе вашего вопроса я буду объяснять, что делать, как мы с вами, таким образом практическую беседу по молитве сейчас начнем. Мужчина вот в середине зала, прямо в середине зала. Коротко ответить, это был просто, ну как подарок и все. Что как подарок? Ну решение ситуации, что это молитвы. Нет, давай, мне не волнует решение ситуации вообще никак. Вы расскажите, как вы молились, меня больше это волнует. Меня интересует ваша молитва, потому что она даст понимание другим, что делать. Не надо говорить, какая молитва, какая вера. Говорите про технику, про правила, что вы делали. Ну слушал молитвенный голос. Так. И, ну старался проникнуть вот это. Так. Долго вы это делали каждый день, сколько в день? Это было немного, это я только отправился. Ну сколько вы делали? Ну нормально, хорошо. И что вы чувствовали, как ваши ощущения были, что там внутри происходило? Чувствую покоя и какой-то свободы. Ощущение, что я знаю, и могу более. Ну видите, он рассказал все три стадии сейчас. Первая стадия – чувство покоя, я влияю на ситуацию, третья стадия – он меня понимает. Это значит, какой вывод? Что судьба действовала не сильно. Она вас чуть-чуть пожуреила по голову. Вот. Потому что если бы она сильно действовала, то вот все, что вы сказали, вам бы пришлось пройти за несколько месяцев по пару часов в день молитвы. Понимаете, да? То же самое, спокойно сначала в сердце, вторая стадия – она меня понимает. Третья стадия – все меняется. Вторая стадия – мы можем общаться, она меня понимает. И третья стадия – она меняется. Супер, супер, отлично, что вы это говорите. Смотрите, когда человек… Вот смотрите, я сейчас вам объясню. Человек на самом деле не хочет победы над судьбой. Он в жизни хочет только счастья тупо и все. Ему не надо никакой победы, никакого развития. Понимаете, у меня был такой уникальный случай, я когда на Украине был, в тот момент, когда там просто вот эта стрельба, там и все, люди все перепуганные, максимальное влияние судьбы на страну, военная ситуация, война идет, понимаете? И люди все такие, они как бы на лекцию, все полный зал набился, все такие перепуганные, не знают, что делать, такие все страдают, все мучаются. И я как раз вот лекцию по молитве, целую лекцию по молитве. И мы тренировались, пробовали молиться, и все, они все поняли. Приезжаю в следующий раз. Говорю, кому легче стало? Поднимают кучу народу. Очень многим стало легче, они помолились хорошо. На фоне… Ситуация такая же, ничего не поменялось, тоже боевые действия. Вот, людям многим легче стало. Прямо смотрю, они такие поразовели уже, как-то получше. Я говорю, вы молитесь дальше-то, молитесь? И половина из тех, кто сказали, легче стало, знаете, что сказала? Вот как легче стало, так молиться уже не могу. Что это значит? А это значит, человеку никакого совершенствования и не надо. Вы знаете, мы очень скупые, до маленького счастья. Нам чуть-чуть лучше стало, и все, и расслабились. Много счастья нам тоже не надо. Чуть-чуть легче стало, и до свидания, молитва, до свидания, самосовершенствование. Не были мы ни на каком-то ике, нас здесь неплохо кормят. Понимаете, вот такая у нас природа человеческая. То есть мы ленивые до самосовершенствования, не очень ленивые люди. Только когда припекает, тогда мы начинаем трудиться душой. А когда более-менее нормально, то и что мучиться? Понимаете? Что делать? У меня к вам вопрос, что делать. Мучиться дальше, изо всех сил. Нет, не поможет. Силы будут таять, теряться, теряться, и вы совсем растаете, разочаруетесь в себе. Второй вариант, что делать? Видите, он попробовал, у него сил молиться не хватает. У кого хватает сил, поднимите руку. Видите, не так много у кого. Теперь я вам дам ответ. Почему я сразу не дал, чтобы вы поняли, что непросто понять. Запомните, человек, даже в попытках побеждать судьбу, всегда прикован к себе. Это и означает отсутствие веры в Бога. Знаете, человек, не прикованный к себе, что делает, когда у него нет сил? Тот, кто верит в Бога, знает, что делает, когда у него нет сил? Он идет туда, где есть силы. Вот в этом разница принципиальная. Понимаете, человек, который не верит в Бога, глубины нет, он продолжает над собой мучить себя, совершать усилия, пока совсем не разочаруется в себе, пока не сдуется. А человек, который знает, как правильно устроен этот мир, он не доверяет своим способностям всегда себя держать в волевом усилии. Он идет туда, где люди совершают молитву. Поэтому и храмы построены по всему миру, потому что нет другого способа, понимаете, поддерживать себя. Когда человек в атмосферу попадает молитвы, не важно, это храм или еще что-то, не важно, атмосфера молитвы или работы над собой, тогда человек воскресается. Некоторые люди, кто из вас уже несколько лет ходит на лекции вот сутоками? Вот смотрите, если их спросить, что-то новенькое вы слышали, они скажут, нет, то же самое все. Зачем они пришли? Они пришли вдохновляться. Они пришли для того, чтобы начать работать над собой. После лекции так хочется, все классно, все пошло работать, прошло немножко времени, и я не знаю, сдуваться человек начинает. То есть это для вдохновения происходит. Люди ходят постоянно. Не то, что они что-то новенькое от меня услышали, просто чувство силы больше стало, пошла энергия. Разумное существование означает повторять одно и то же. Люди повторяют одно и то же священное писание, входят в один и тот же храм, общаются с одним и тем же наставником и так далее. Пока у них не зажгется так огонек, что они смогут от звука старшего просто себя держать сильно в руках. Тогда уже и то же, они все равно не бросают отношения с другими. Они все равно ходят, потому что знают, что один поле не воин. Понимаете? Вот что вам надо узнать, молодой человек. Нормально. Нормально. Я просто вам это сказал. Для вас это очень важно. Потому что вы на вопрос не ответили, а тест. Говорю, что будете делать? Говорите, еще сильнее молиться. Нет, надо идти вдохновляться. Вот какой ответ. Когда нет сил. Особенно для женщины это касается. Потому что у мужчины индивидуальный разум. Он может сам себя заставлять. Это мужской разум так работает. А у женщины групповой разум. Она вообще сама себя заставлять не может. Зато у нее очень сильно развита совесть. Поэтому женщина должна по-другому вообще развиваться. Она должна созваниваться. У нее должны быть подружки, которые тоже занимаются. Она должна созваниваться с подружкой и говорить. Алло, ты завтра рано утром встаешь? Так, говорит. Я не планировала. Надо вставать. Хорошо, я... Ладно. Я тогда встаю. Ну и я тогда тоже встаю вместе с тобой. Ты потом мне позвони, когда встанешь рано утром. Скажи, ты встала или нет? И все, совесть сразу включается. Она ложилась спать. Надо встать. Это неудобно. Все. Так работает женская сила воли. Запомнили? Никогда не забывайте то, что я сейчас вам сказал. И вы всегда будете иметь силу воли. Созвонились, поговорили, договорились. Все. И сила воли работает. Женская сила воли в совести находится. У меня жена, допустим, она вообще не любит рано вставать. Ну, если не с подружкой не договорились вот по этой системе. Но если я улетаю, допустим, рано утром, допустим, в час ночи, она встает хоть бы что. Потому что надо. Понимаете? Мне вообще ничего не шло тнется. Встает рано, рано. Сколько бы не надо было встать, она встает легко, потому что надо. Так у любая женщина устроена. А для себя просто встать, зарядку делать. Не-не-не. Мотивируйте себя. Зачем? Ваше здоровье нужно для детей. Ваша жизнь нужна для всех родственников. Без женщин невозможно жить. Женщина – это центр семьи. Когда у женщины плохое настроение, даже тараканы печально их в доме пользуют. Женщина дает любовь всему. Она – источник любви. Все вдохновленные женщины, когда у нее есть настроение, все печальные в доме, когда нет настроения. Поэтому вы должны быть здоровыми, женщины. И поэтому надо заставлять себя зарядку делать, молиться, заниматься, работать над собой. Иначе скиснете, протухнете.